Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это новости из мира The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех донатеров нашего канала за вашу финансовую помощь в развитии. Спасибо, друзья! Ну что же, начнем сразу с главной новости. Наконец-то вышло долгожданное обновление 5. Гнездование и скины. Для многих игроков обновление показалось грандиозным и чем-то новым, что оживило мир Эврима. А другим наоборот, что в игре вместе с обновлением завезли кучу новых багов. Конечно, без багов никуда, на то она и версия бета. Но скажу так. По заявлению разработчиков, они уже готовят хот-фикс, как и следовало ожидать, направленный на устранение проблем, возникшим вместе с релизом. А также работают с внесением некоторых дополнительных изменений в ночном освещении, чтобы ваши глаза в игре не мучились от полного мрака до выхода обновления 5.5. Также, как сказал Панч, система очередей входа на сервера временно отключена, из-за незначительных изменений в контенте и логике работы в игре. Еще одна интересная информация, которая уже, наверное, не секрет для многих. Игра перейдет, скорее всего, на игровой движок Unreal Engine 5, и разработчик планирует все это сделать между 6-9 обновления. Оптимизация в игре. Панч мне дал ответ. Мы работаем над этим. Но и вы не забывайте, что Эврима будет становиться с каждым выпуском нового обновления требовательнее, а также она на стадии бета. И полностью пофиксенная игра будет после 9-го обновления, когда вся система и процессы игры будут на абсолютно новом движке. Еще интересная информация? Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Итак, вдохните и не упадите. Шестое обновление – кровь, расчлененка, гниение трупов, кости, яды, шрамы до конца года. А если по сути, разработчик планирует ввести шестую обнову до конца этого года. В предыдущих выпусках новостей я разбирал это. Нам показали шрамы, много спойлерили о Траадоне, и часть команды еще в марте-апреле занялась разработкой данного обновления. Конечно, у меня есть уверенность в том, что оно может выйти до конца года, так как каждый год во втором и четвертом квартале нам закидывают обновы. Но есть и сомнения. Обновление 5 шло к релизу очень-очень долго. И даже сейчас есть некоторые траблы, которые займут точно пару недель на исправление. Хотелось бы верить и надеюсь, что это произойдет намного быстрее. И обновы видать нам, скорее всего, на январские праздники. С другой стороны, тот же Epic Games помогал им с исправлением систем и программ для быстрого релиза и завершения пятой обновы. В общем, пишите, что думаете об этом в комментариях. Ну и как полагается самое вкусное на закуску? Концепт Терези Назавра, который разработчик нам показал в Овдискорде вместе с релизом гнездования и скины. Давайте разберем его. Терези Назавр. Род больших тераподных динозавров. Обладал массой в 5-6 тонн. Рост существа 6 метров. Считается всеядным. В длину достигал 10-12 метров. Как мы знаем по версии игры Legacy, Терези Назавр хороший и сильный травоядный, который наносит противнику громадный блит и может один на один справиться с гиганатозавром, либо Терексом. Терези Назавр обладает длинными и острыми когтями и имеет хорошую скорость передвижения. Как мы видим на концепте, гиганатозавр ведет охоту на Терезу и очипывает ей перья хвоста. Вроде бы все хорошо, но ловкими и хитрыми маневрами Терези удается перекрутить гигу и она наносит достаточно хороший урон и оставляет шрамы на теле. Терези Назавр гнездится возле болотистых мест. Здесь, кстати, видно отсылку на людей, валяющиеся рядом бочки с топливом. А также на деревьях сидят те самые птеродактили, которые будут в качестве искусственного интеллекта. Терези Назавр будет высоким существом. Мелкие травоядные, такие как гипсилофодоны, будут входить в состав пищи и нутриентов Терези Назавров. Компсагнатусы и, возможно, хэтчи более мелких динозавров также будут питательными веществами для Терезы. Ну а теперь о главной механике в боях Терези Назавра. Как мы видим, произошел бой с Дилафазавром. Основная механика ударов будет считаться протыканием большими когтями тела жертвы или противника в зависимости роста и веса и разрыванием его туловища на несколько частей. Прямо фаталити из Mortal Kombat. Ну а на этом свой выпуск новостей я закончу. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые стримы, гайды и видео по The Isle. А также просьба каждого из вас прямо сейчас подписаться на нашу группу ВКонтакте, на наш канал Яндекс.Дзен. Кстати, там ролики всегда выходят намного быстрее, чем на Ютуб. Ну и в наш Дискорд, где есть самая актуальная информация по The Isle of Rima. Всем хорошего выживания. Все ссылочки в описании. Пока, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok